Еще немного и на улице Бекетова новый остановочный павильон. Осталось укрепить конструкцию, вставить стекло и провести все технические процедуры по установке. Работа спорится, все идет по плану, говорят участники процесса. Нормально идет, бетонируем, делаем красоту для Салавата города. Все получается, все отлично, все хорошо. Тут же проходят испытания работы электричества. А местные жители видят, как кипит работа и, конечно же, не скрывают радости. Конечно, долгожданно, потому что когда стоишь, ждешь маршрут, дождь, ветер, конечно, хорошо было бы присесть. Вот рядышком здесь живем, постоянно едем в город туда. И прям ветер, дождик, стоим здесь под дождем. Очень прекрасно, мы с ребятишками стоим, на работу едем, в больницу едем, стоим под дождем, под ветром. И думали, ну когда же нам сделают остановку, когда у нас будут хоть и прям рады. Еще можно где-то ставить. Пожелание молодцы, спасибо за это. А то дождь идет, мы стоим тут. Ну, пожелаем всего хорошего, и чтоб еще везде ставили, где нужно. Еще одна в числе первых остановок на перекрестке улицы Уфимской и Ленинградской. В ближайшее время в городе появится еще несколько таких павильонов. В каждой подведут электричество, а еще будет табло с расписанием движения транспорта. Стекло высокой плотности, так называемое антивандальное. Эти остановки уже успели себя отлично зарекомендовать. Данный солнечный павильон относительно новый, получил много положительных воздух. Вот сегодня уже остановочные павильоны стоят в городе Уфа, стоят в городе Стрельдамак в количестве трех штук. И сейчас стоим в городе Салават. Помимо этого остановочного павильона будет еще установлено пять таких остановочных павильонов. А еще в нашем городе появятся остановки, в которых будут USB-порт и бесплатный Wi-Fi. Средства выделяются из муниципального бюджета в рамках программы благоустройства города. Отметим, что места для новых остановок определяли по пожеланиям горожан.